Я, как это, дементор, я питаюсь позитивными эмоциями. Компания, как Ока Саурона, все видит. Че налоги эти платят? Давайте купим кого-нибудь. Просто сдохните, сдохните, я обязательно выживу. Уже ученики перерастают в сенсей. Какой провокационный вопрос. Спиздил и ушел, называется нашел. То есть берешь землю, в карман засовываешься, начинаешь уже потихоньку привыкать. Там осталось пожить. Надо поднять свою жопу и работать, для того, чтобы у тебя было феррари. Рвать и ебашить. Друзья, всем привет. Сегодня я пришел в гости к Дмитрию Спиридонову, генеральному директору и акционеру компании Cloud Payments, который достиг своей мечты. О том, как он это сделал и как он может помочь предпринимателям в России, узнаем из сегодняшнего эфира. Дима, привет. Спасибо большое, что согласился уделить свое время для нашего интервью. Ты знаешь, я с Cloud Payments, как клиент, познакомился впервые, когда увидел на одном из сайтов красивый виджет с оплатой Apple Pay. С возможностью оплатить Apple, собственно говоря, свою покупку. И тогда я увидел, что это сделано на Cloud Payments. Но прошло время, существенно большое количество времени. Что из себя сегодня Cloud Payments представляет? Да, привет, Владимир. Слушай, ну, начнем с того, что у нас нет клиентов, у нас есть партнеры. Это принципиальное отличие, это как раз ту культуру, которую мы завели. Отвечая на твой вопрос, Cloud Payments сегодня это целая экосистема. Это компания, которая работает в финтех-индустрии и развивает, унифицируя, параллельно, синергия. Я не знаю, как это все обозвать и как это объяснить в одном слове, чтобы это было понятно вообще для всех. Но, скажем так, это сегодня уже не интернет-эквайринг. То есть на борту Cloud Payments сидит очень много технологий по разным направлениям, по разным рынкам, каким-то там и так далее. Ну, например, то есть для меня, как для обывателя, который не углубляется в суть компании, выглядит как эквайринг, удобный, красивый, быстрый. Я так понимаю, что эффективный с точки зрения бизнеса, у которых меньше всего отказов и большая проходимость платежей. Помимо этого, что под капотом? Ну, смотри, подключай интернет-эквайринг, онлайн-оплату на сайте. Ты можешь подключить Cloud Kassir, это онлайн-фискализация, ну, то есть чеки по 54-му ФЗ. Если у тебя есть курьеры, можешь подключить Cloud Tips, это онлайн-чаевые, которые не облагаются налогом. Курьеры или айтиценты, да? Да. Если ты работаешь в сфере ЖКХ, можешь подключить ЖК онлайн. Если у тебя есть свой банк, но не хочется тратить на свое ПО, можешь подключить SaaS, да? Там Cloud Soft у нас есть, не исключительные права на наше ПО. То есть купишь лицензию там на интернет-эквайринг, можешь спокойно взять наш бильм. И вот можно продолжать дальше и дальше. Например, вот на сегодняшний день мы уже вышли на то, что покупаем компании в нашу экосистему, что вот около Cloud, вот нашей вот этой системы, что может нас, как сказать, капитализировать, усилить или найти какую-то синергию или какой-то еще новый бизнес, вот около вот этого. Мы сейчас вот, ну-ка, мы смотрим. И вот у нас сейчас уже два из проекта, кстати. Какие? Ну, нет, конечно, мы идеи подписали. Ну, мы серьезно засмотрелись. И причем это самостоятельная инвестиция. Это без, ну, как сказать, это не экосистема Тинькофф. То есть мы зарабатываем уже столько денег, что можем себе позволить покупать молодых предпринимателей в нашу экосистему, в нашу команду. А что, можно много всего еще сделать в около-эквайринговом бизнесе? Да, конечно, да. Можешь какие-то привести примеры, идеи, может быть, в какую сторону можно молодежи двигаться? Ну, слушай, это и сфера ЖКХ, это сфера черных и цветных металлов, да, там, это и сфера МФО. Ну, много, как бы, направлений. Если я сейчас буду более точечным, это можно выцепить проект. Мы разговариваем тайну. Да, сразу же выцепим проект. Знаешь, много предпринимателей приходили в радиопрограмму, и видео мы снимаем с разными предпринимателями, и есть такое мнение, что нужно до конца держаться, не отдавать никому доли в проекте, а вы, начав в 2014 году, в 2017 и 2019 отдали возможность Тинькову получить контроль, ну, фактически всей компании, 95% клауд-теннис. Ты не жалеешь об этом сегодня? Сегодня, если бы ты это делал, не делая реверанса в сторону Тинькова, ты бы так же поступил или все-таки иначе? Слушай, вот этот вопрос, вот я отвечу как гуманитарий, да, это, кстати, самая частая сейчас ошибка предпринимателей. Вообще, как бы, не беру на себя, там, какие-то погоны, кого-то учить, там, и так далее. Но мое мнение здесь следующее, что можно трястись, там, 90% у меня контрольная компания, но стоимость капитализации этой компании будет низкая, потому что у тебя нет возможности масштабироваться в партнерстве, например, с таким, с такими ребятами, как Тиньков, ну, к примеру, да. И это миф, когда 90% стоимости твоей компании будут стоить дороже, чем стоит, например, 5%, да. Вот на сегодняшний день, там, при капитализации нашей компании, то мои 5%, они уже далеко ушагали даже на то, что я продавал за кэш-аут. И, конечно, я не жалею, потому что, если рассматривать нашу компанию, когда мы пришли к тому, что мы уже зарабатываем деньги, нам уже, в принципе-то, инвесторы-то не нужны были, да, там, просто деньги и какой-то балласт там в акционерах, он нам нафиг не нужен, да. Но если это и деньги, и какие-то компетенции, синергия, обмен экспертизы, там, или еще чего-то, то это да. Вот прямо Тиньков зашел, экосистема Тиньков прямо зашла прямо на ура. И это не наша была инициатива, что мы там хотим продаться, там, и так далее. Эта инициатива была, получается, у группы компаний Тиньков и их команды. И на самом деле меня это подкупило, как предприниматель, но потому что, когда тебя, ну, когда тебя хотят, при этом мы как бы не выпендривались, мы пытались же, мы как раз же в 14-м году попытались поднять деньги на масштабирование. В 14-м вы же только начали, вы сразу пытались поднять деньги? Сейчас у нас будет корпорация, там, и так далее. На все послали, на три советских буквы. И мы как раз попали в топе кейса, как ты вспомнишь, там был кризис. Все венчуры поуходили, там, да, там, про бизнес-банка отозвали лицензию, лайфсреда ушла. И куча фондов вообще позакрывали в ноль. И еще год целый вообще никому ничего, никаких инвестиций не было. И вот после вот этого периода, это какой там 15-16 год, компания Cloud Payments в России прогремела, что первая инвестиция именно в русском мире, да, там, в России была, да, там, потому что, ну, ничего не инвестировали в российские стартапы, никому ничего, никаких денег не давали. Вот мы как-то вот этот путь вот, как бы, честно, и прошли. Когда нас послали, все мы походили, а я прошел, по-моему, все фонды. В нас никто вообще вот не поверил, ваша модель немасштабируемая, рынок консервативный, низкомаржинальный, там и так далее. Но когда мы стали зарабатывать больше, чем тратить, мы даже не успевали реинвестировать в людей, в развитие новых продуктов, там и так далее. Ну, так повелось, да, то есть стратегия, которую мы избрали, она была грамотной и правильной. Вот. И тогда уже, получается, все эти фонды, там, продайте хоть 5, хоть 10. Я понимал, что там, ну, нет ничего общего, то есть, ну, просто сидеть и работать на какой-то балласт в акционерах мне, как бы, ну, моего интереса лично нет. А вот, допустим, если брать экосистему мутников, которые сами пришли, и меня вот что подцепило, ну, подкупило то, что оценили, что вы, Олег сказал, сам Олег, там, да, о, там, что, что ко мне не приют, а я говорю, у тебя смузи нет, не наливай, а что ты ходить там и так далее. И он пришел, говорит, молодцы, вы сами заработали, то есть вы не пришли, там, с презентацией не орали, там, или в убытке, там, или еще что-то, вы так тихим, сапом потихоньку, то есть, ну, как бы развивались, но мы развивались, как развивались из своих возможностей, да, там, и то, что он предложил, так он предложил как раз эффект масштабирования, давайте играться в большую историю, вместе мы сможем больше. Я сейчас вижу, что этот союз, он только лично для меня, как для предпринимателя, явился только плюсом. во-первых, там тоже команда профессионалов, мы обменялись экспертизой, у нас такие мозговые штурмы, я получил ресурсы банка там и какую-то экспертизу и доступ к каким-то наработкам, которые я могу усиливать в своей парадигме, да, в своем рынке, в своем сегменте, вот, и на самом деле это очень круто, мне очень нравится. И самое главное, что там, конечно, страх-то был, что вот, сейчас там, как знаешь, как зажмут гайки. Конечно, взять пример Яху, да, который скупал эти стартапы, потом их уничтожал, идите, жрите там ведро картошки и так далее. Страх, конечно, был, но супер, что на сегодняшний день банк функционирует, там команда профессионалов, там Олег уже ни в чем не участвует, ни в какой, ни в операционной, стратегической, ну там, что-то там, как идеолог, там, что-то уточняет, как дела там и так далее. А так Оливер и его команда все рулят сами вот этим банком и то, что там еще есть ДНК вот этого предпринимательского подхода, там, то есть не надо будет там по полгода что-то пилить там или проект ради проекта, там все такие же грамотные ребята, как, например, в Cloud Payments, вот, и как-то вот. Ну а скажи, а почему? У тебя же был партнер, которого как раз Тиньков последние пять процентов к 90 своим добавил и стал у Тинькова 95. Смотри, у нас... Что с ним произошло и почему у нас истории? Да, у нас было два сооснователя, Костя Ян, это гениальный разработчик, да, там, я гениальный продажник и как-то мы вот в этом сошлись и построили вот этот... Это идеальный вообще коктейль для стартапа. Да, 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 он спокойный, я более такой хорерик, но как-то нам по-партнерски удалось создать вот такой успешный бизнес. Я вам очень благодарен, мы общаемся уже семьями, кто-то полусемьями, вот, он в какой-то момент, так как он талантливый разработчик, знаешь, а любой разработчик это творческий человек, и он в какой-то момент понял, что он как бы хочет уже новый проект, но для него это неинтересно. А что программный год? Денег не хватало или деньги для него не являлись какие-то приоритеты? Нет, нет, денег с деньгами все нормально, он долларовый миллионер, там у него все хорошо. Просто вот это вот амбиции, самореализация, это вот какое-то свое, вот свое я, ну то есть это его выбор там и так далее. Я хочу попробовать что-то новое. Ну то есть он любит стартапить, он любит создавать, он любит что-то новое запускать, да, чтобы ты понимал, у Кости экспертиза, он построил с нуля компанию PayOnline, нашего коллегу по цеху, вторая компания была Tukan, да, там он там тоже был акционер. Все такие яркие имена. Да, 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 и вот третья компания этого Cloud Payments, и сейчас у него четвертый получается проект, это мультифактор, по-моему, двухфакторная аутентификация, ну короче это в периметре безопасности, те люди, у которых нету там денег у людей на инфраструктуру, они, короче, могут вот воспользоваться вот его проектом, он, кстати, сидит в соседнем здании сейчас. Вы уже общаетесь, никакого конфликта такого интересного принято? Ну нет, да, никакого конфликта не было, это нормально, его было решение, я как бы, ну как, компания уже растет, она уже превращается в какую-то корпорацию там и так далее, но по его мнению, ну это не его, он любит создавать вот это, вот это, вот это, ну знаешь, как это серийный предприниматель и продавать там, ну к примеру, да, ну то есть в каком-то момент ему уже, ну что, он все здесь уже сделал, что ему тут здесь делать? Поддерживать ему неинтересно, ему интересно создавать. А что тебя драйвит, вот что тебя заставляет оставаться в компании, которая уже много лет, уже такой старый стартап, только 6 лет получается, да? Старый, 7-й год пошел, потому что я бы не сказал, что стартап. Для IT-компании это достаточно для IT. Всем бы стартапам с такими оборотами и деньгами быть. Я и говорю, что, ну не стартап, а компания, да, совершенно справедливое замечание, ну просто в IT так принято, знаешь, вот драйвит слово стартап. Как тебе удается сохранять фокус, тебе самому скучно не становится, как твоему партнеру? Слушай, а я как это дементор, я питаюсь позитивными эмоциями. Для меня самое большое счастье это видеть лицо, которое было консервативным и которому мы разорвали все шаблоны. То есть вообще главная моя идеология в компании это люди, наш главный актив. Во-первых, я конечно же хочу, чтобы мой продукт, наш продукт нашей компании, нашей экосистеме был самым лучшим. Это первое. Второе, я хочу рынок, чтобы им пользовались и были достойными. Третье, я хочу, чтобы видели мои люди, как пользуются этим продуктом, который люди создают, который презентуют там и так далее и были счастливы. Четвертое, я хочу разорвать шаблоны. Вот допустим, вот у нас в компании, я как предприниматель сказал, что у нас никакого потолка в зарплатах не будет. То есть есть вот доход компании, вот есть та дельта, которую я готов отдавать, вот она параллельна. И то есть у меня селзы могут, ну менеджеры по продажам зарабатывать больше, чем генеральный директор или коммерческий директор. То есть по сути я разорвал вот эту парадигму, когда вот мое поколение, я 82-го года рождения, что ну, к сожалению, тот социум, который был привит, да, там, а я из Сибири, вот нужно, я такой карьерист был, никогда себе предприниматель не видел, нужно карьеру для того, чтобы зарабатывать типа больше. А сейчас время уже поменялось, нужно быть талантливым и можно сидеть на одном месте там всю жизнь и зарабатывать еще такие бабки, которые бы даже не снились на посту генерального директора вот с такой ответственностью, в том числе и уголовной. И в этой компании вот сейчас уже сколько, если я не ошибаюсь, уже свыше 200 человек уже, мне кажется, это нравится. Меня вот это мотивирует, что люди, как, а что так можно было? Размер. А как, что, а почему, а почему, вот я даже, знаешь, в подходах вот меня вот мотивирует, вот я говорю, оцените себя на годовой бонус, да, там, люди себя оценивают, а я вижу, как они вот настолько вот в этой идеологии вот с этим ДНК они себя оценивают справедливо, что они даже скромничают, понимаешь, и мне вот это вот нравится, меня вот от этого штырит. Вот просто вот я вот, это первая компания, где вот, знаешь, вот есть, все боятся, предприниматели говорят там, или руководители говорить об этом, что есть эффект перегорания. Я его не чувствую, седьмой год пошел, чтобы я там, и мне не разонравлилось на третий год уже заниматься, чем я занимаюсь, это нонсенс. Ну, то есть это вот вдохновляет вот это все. Говоря о людях и отсутствии ограничения по зарплате, у меня в гостях на радио был генеральный директор Кодекса, такая достаточно известная студия на рынке веб-разработке, и он говорит, что у них все прозрачно, что он не понимает, когда в компаниях скрываются зарплаты, и люди не могут, как у Артемия Ребезева, например, друг другу говорить о своих зарплатах. Как ты вот к такой прозрачности относишься? Слушай, ну вот здесь, например, у нас немножко в рынке посложнее. Я уже сталкивался с тем, что, например, если брать разработчика СЛА, ну разработчику непонятно, почему СЛА сможет получать, ну вот что-то, что-то он там продает по телефону, там и так далее. Сидит на телефоне, ездит по встрече. На самом деле, если посмотреть по сущности, там равнозначная работа. Что тот скрупулезно кодит, и она его как бы ценная, да, там и так далее. И что сейлс, там, извините меня, там последняя линия, да, в полях, которые работают. То есть вся компания должна на СЛА работать, да, на менеджера по продажам, которая огребает потом как бы все. И он как бы пашет круглые сутки. И, конечно, он должен быть замотивированный на то, чтобы в компании были как бы деньги, чтобы тому же разработчику платить годовые бонусы. Но и при этом разработчик должен делать хороший продукт, чтобы у него, у СЛА не отваливались партнеры, там, или не психовали, потому что у нас продукт как бы плохой. Все взаимосвязано. Здесь я видел, как бы, ну, немножко, ну, не понимать. Что это вот у меня, вот, я не знаю, там, у рядового бухгалтера зарплата меньше, чем у СЛА. Ну, блин, это, я даже не знаю, как это объяснить. О, кто на что учился, как говорится. Или ты просто более лояльный к сейлзам, потому что сам сейлз от бога. Не, на самом деле я лояльен вообще ко всем. Я обожаю любую сущность, любого человека, любой отдел в этой компании. И я на самом деле, вот, знаешь, какая самая большая проблема в компаниях? Это когда там всегда ссорятся айтишники, разработчики и сейлзы между собой. Вы херово делаете, вы херово продаете, вечное противостояние. С бухгалтерией вы нихера не делаете. Я здесь создал такую экосистему, что у нас любой труд любого сотрудника, он не обесценивается. У нас есть культура бытовой благодарности, что сейлз понимает, что почему разработчик сидит, дадится, и он уважительно к нему относится. Они понимают, почему бухгалтер у меня задержался, чтобы акты сделать тому же менеджеру по продаж. Менеджер по продаж не создаст проблем бухгалтеру, чтобы она не сидела и не создаст проблем разработчику. Вот такая экосистема. Вот это дорогого стоит. У меня даже очень многие предприниматели и друзья спрашивают, Дима, ну как тебе это удалось сделать? Ну что, это регламент или стейл? Приходит. Это не регламент. Ты понимаешь, я всегда говорил, что самое ценное, что есть в человеке, это его мозг. Вот если подбирать грамотную команду по, скажем так, по мозговой деятельности, по схожим взглядам, тот, кто принимает идеологию, вот эту ДНК этой компании, он вливается, он будет все поддерживать. А тут главное идеологию уже завести, будь уважительным друг к другу. Не важно. У нас, например, нету здесь погон, к примеру, что сейлс зашел ко мне спросить какой-то вопрос, я ему ответил, его там никто, ни руководитель, ни коммерческий, ни замкоммерческого не ударит. А что ты через голову прыгаешь, тут на служебку и так далее. То есть нет по ним, брат, понимаешь, наша задача это сократить вот этот процесс адаптации, какие-то пробелы в мозгу, допустим, у человека, который хочет получить на какие-то вопросы ответы. Так мы сокращаем время и вот убиваем вот так вот точечно, что оно незаметно, сам организм как бы живет там, не надо ему ждать там две недели, встречу там и так далее. Быстрый спросил, пошел как бы работать. Вот в этом наша культура. И как показала практика, вот знаешь, я сравниваю все время свою команду, как гениальная стратегия была у Чингисхана, татаро-монгольское иго, когда почему он всех выиграл. Он разработал стратегию, он как раз вот ввел идеологию ценности каждого солдата в армии, да, там изобрел вот этот пятачок, которым они нафиг все сносили вообще любую оборону там и так далее. Я практически то же самое здесь применил, что здесь каждый сотрудник важен и у каждого моего коллеги, я не знаю, его труд для меня очень сильно важен. Вот иногда даже там какой-то специалист сидит, да, там думает, вот я что-то делаю, ничего не видит, а потом бац, ему там то кубок прилетит, то премия там и так далее. Потому что, я не знаю, компания как Ока Саурона все видит. Да, там вот, например, пример приведу, да, но тоже сейчас наверное опять скажу, что у меня тут это лояльность к солдам, но последнее то, что был, вот кубок мы им вручили, я изобрел, короче, кубок именной, да, там, ну можно сказать, там своих денег, там платить премию там в 100 тысяч, да, кто выполнит тут показатели. В месяц? Да, да, в месяц, ну то есть какие-то показатели выполняешь, кубок твой и к нему премия. Окей. Вот. И критерии этой премии я просто задрал по своей планке, как это я сделал, ты представляешь? Ну то есть вообще январь никто не выполнял, февраль, март, никто, короче, не выполнял, думаю, а пошло, и все, что-то забыли, я тут думаю, дай-ка вспомню. А я такой как бы человек слова, потому что очень важно для лидера любого, да, держать свое слово. Даже если что-то пошло в этой компании не так, если я тебе пообещал, я вырежу себе почку, пойду ее продам и с тобой рассчитаюсь, если я тебе обещал. Вот. Я выясняю, и у нас как бы самородок, знаешь, такой как Аладдин появился, Саша Якушев, который выполнен. То есть я понимаю, что молодое поколение, оно перерастает, уже ученики перерастают в сенсея. Вот это круто, понимаешь, вот это мотивирует, потому что люди рядом с тобой должны быть сильнее. Не надо бояться брать сильных людей, нужно брать только сильных и не бояться, что там тебя там когда-то, знаешь, это как Цезаря там, ну здравствуй, Дима, ножи попыкали, все, тут уже кто-то другой сидит. Я как бы нормально к этому отношусь, если я тоже сам не буду развиваться, ну что, ну все, надо в утиль списывать. Про мотивацию и про деньги. У генерального директора мотивация какая должна быть? Знаешь, мы все слышали истории у стартапов, где человек получает один доллар в год зарплаты, только у него эквитив компания или там акции, опционы и все остальное. Как ты получаешь деньги? Как ты зарабатываешь? Это дивиденды, у тебя это зарплата? Я на самом деле здесь, как обычный генеральный директор, сидит на заработной плате, да, там, есть какой-то там оклад. Сказать, что я там сильно нуждаюсь в деньгах на сегодняшний день, его как бы нет. Ну оклад такой, ну среднестатистический, ну там, чуть-чуть ниже плинтуса, на копейки. Что-то я не знаю, ну может быть 300-400 тысяч, я уж точно не помню, ну или 500, что я там считаю, что ли. Вот, и для меня, по крайней мере, самый главный мотиватор, если мы говорим про деньги в периметре, да, я хоть сказал, что сейчас не вам, но все равно я должен как бы защищать интересы любого акционера. Да, у меня 5%, 95% у группы компаний Тинькофф. Вот, и я должен работать на чистую прибыль, то есть не так, что я там экономлю, там отбираю и зарабатываю больше. Нет, ну как грамотно, чтобы и беда росла там и так далее. Вот, вот в этом мой заработок, при распределении дивидендов. И как показала практика, даже вот на сегодняшний день вот поднимается вот, ну как бы вопрос, типа вот распределение дивидендов. Там такие немаленькие суммы уже получились, да, но я предложил коллегам своим, что давайте, как бы, что налоги эти платить, что давайте купим кого-нибудь и посадим к нам на борт и будем дальше усиливать и реинвестировать. А годика через три что-нибудь, когда скапитализируются, еще больше будет денег, ну распределим, куда торопиться-то. И меня на самом деле поддержали, на самом деле вот это, ну как бы подкупается. Что сейчас вот доить эту, надо развивать, развивать постоянно там и так далее. Как говорится, строить великую корпорацию с духом предпринимательства, да, чтобы она там потом не зашорилась. А первые большие деньги для тебя когда пришли? При кэшалте в 2014-м или до этого были какие-то тоже кейсы? Нет, у нас кэшалт, по-моему, случился, если я не ошибаюсь, в 2017-м году, да. Это вот на долю, получается, у нас же, когда мы начинали компанию, у нас первая инвестиция, вообще наша с Коти была первая инвестиция, это 10 тысяч рублей на презентацию, да, и когда мы пришли, рассказали об идее Саши Айвазова, вот такой бизнес-ангел был, вот, о том, что мы хотим сделать карманный процессинг, ну типа, это наш пассивный доход там и так далее. Он сказал, ребят, вы не компонсируйте мозги, короче, у вас вообще просто ноу-хау, вы просто еще не видите. А мы еще такие, ну как клерки, там, какие-то топ-менеджеры, там, зелененькие, там, еще чего-то. На самом деле огромное ему спасибо, он как-то вот подтолкнул, как-то искорку зажег, чтобы это все равно разожглось. И первоначальная инвестиция, по-моему, в районе 500 тысяч долларов была. Вот этих денег нам хватило на, только на развертывание ядра, на самом деле, все думают, что платежный сервис это вот так скомпрометировать и создать, это на самом деле... Да, просто, там под капотом столько, я даже не знаю, как без матов это сказать, весь этот труд, ну потому что то, что вот, ну просто мы про шему столько говна нахавались, вот я серьезно говорю, что это, ну не просто это все сделать, когда тебя не воспринимает весь рынок, когда тебе нет, у тебя нет денег, когда ты берешь кредиты, когда ты в долга, когда ты продаешь он машину, я холодильник со съемной квартиры, чужой холодильник я продал, ну это что такое, не, я потом все возместил, во всех интервью как бы рассказываю, ну что было, то было, как бы, это правда, да, там, и вот это вот все строишь, ну это как бы тяжело все, и да, когда тебе еще все отказали, вот просто сдохните, сдохните, я обязательно выживу, и мы выживаем, конечно же, да, и потом вот как-то судьба улыбается, и к тебе в партнеры приходит такой бизнес, как Тинькофф. И наступает 17-й год, и у тебя большой кэша, кэша, и первые, и первые, у нас же получается две сделки было, первая сделка, это когда выкупили Сашу Айвазову полностью, довели долю в 55%, остальное все было нас двоих с Костей, 50 на 50, нам нужно было выполнить показатели там и так далее, какие-то там что-то, ну мы там договорились, что вот-вот мы там это делаем, растим ей беду, вот, и она вообще просто супер агрессивно начала расти, там они говорят, да вы что, сейчас мы подписались под такие условия, вот сейчас типа выкупим, так сейчас надо банк продавать, чтобы вам уже с вами рассчитаться там и так далее. Все, и произошла вот вторая сделка, по-моему, 17-го года, вот, и тогда вот нас, как говорится, с легкой руки моего кумира Олега Тинькова, нас сделали немножко долларовыми миллионерами, вот, и все, дальше... Тебе это не снесло, как-то крышу на тот момент? Слушай, вот я, кстати, на самом деле это очень большой вопрос, ну как, не вопрос, а... Ослепило все-таки, да? Ничего не ослепило, вот я все время поднимаю эту тему, она лежит в периметре иммунитета к деньгам, но так завелось, что мое воспитание, да, там, я из очень бедной семьи, как говорят, да, там, ну это как бы дали джинсы, но на самом деле, если проследить всю мою историю, это правда, да, там жил в коммунальной квартире, там все, что-то это, это, у меня ценность привита мамой, что есть деньги тратьте, нет денег не тратьте, то есть это не панацея, то есть, да, и на самом деле ничего не... Я вообще себя не... Я как общался с людьми, я так продолжаю, и все, главное, удивляют, Дима, как так у тебя не снесло, как шо? И что я наблюдаю? Другую вот сторону медали, да, что я сужу по себе, но мне же крышу, все хорошо, я такой же, ну как бы я там, а, что это я с тобой общаюсь вообще, я буду теперь в этом в клубе каком-нибудь миллионеров там и так далее, ну все же это все, это вчерашний день, и ты думаешь, что так же люди будут в такой же парадигме жить в твоей команде, и когда ты даешь там, не знаю, 500, 700, 800 тысяч уже бонусов, у людей едет крыша. А, они начинают мудоемничать, распизденничать, Б, они начинают от жадности придумывать, лукавить, что-то еще ценой там импульсно, у меня были такие прецеденты, я о них рассказываю, не стесняюсь, когда начинают мутить. Ну мутить в плане там подмешать, ну чуть-чуть завысить показатели, чтобы там, я не знаю, там лишние там, не знаю, 130 тысяч поиметь, казалось бы, импульс на 130 тысяч, чтобы потерять, извините меня, полмиллиона системно, потому что у меня же без, пока ты работаешь в компании, ты будешь всегда получать эти деньги, то есть, да, там, выполняй вот эти показатели, вот твоя база, ты ее контролируешь там и так далее. Вот, вот здесь вот это самая большая проблема, и мало у кого есть иммунитет к деньгам, да, там, вот если брать, допустим, не буду поднимать эти вот имена, этих стартапов там и так далее, когда нам не давали, да, там, миллионы долларов, а им давали миллионы долларов, они такие, а, все, все, проебано все, этих даже имен вообще нету. И ты вот сидишь, жизнь все расставляет на свои места, и на самом деле это очень большой грех, когда у тебя голову кружит вот эти, какая-то денежная масса там и так далее, и ты начинаешь доминировать на этом, на этой почве над другими людьми, бля, жизнь тебя кинет, она тебя так о полу долбанет, что мало не покажется. У кого-то башню сносит, все на наркотики садятся, там, на кокаине, там, и так далее, у меня столько друзей, вот просто вот точно так же, такая же судьба, все, ну, просто крыша поехал, херакс там и прямо до смерти. У кого-то в другом это проявляется, это очень важно. Важно иметь иммунитет к деньгам, не потерять себя, не изменить себя, свои вот эти идеологи, зашориться там и так далее. Вот я как растворялся в судьбах людей здесь, да, там, с пониманием, что-то какое-то там, кредит надо, что-то у тебя не получилось, там, на тебе от компании, на тебе здесь, возьми в рассрочку айфона, если тебе надо, у тебя разбил ты свой там и так далее. Ну, как это так, то есть оставаться человеком. И люди, на самом деле, вот, главный хэштег нашей компании рви и башь. И, конечно, он всех рвет мозгом. Да как это, Спиридонов, ну, почему вот это все вот так вот? И у людей, ну, как я могу читать его? То есть я могу спокойно, у меня там человек один вот попросил, сейлс молодой, пришел три месяца, я сказал, у нас какая-то компания все там. Дмитрий, а можно вы мне прочитаете материкал? Мне вот интересно вот это, то, 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 то. Там все руководите, блядь, там, на него там, конечно, вообще. То есть мне пофиг, я прочитаю и для одного человека, и для трех. Да пришло полкомпании просто, ну, послушать, да, там, ну, запрос есть, я как бы читаю, потому что это развитие, это участие, и я же как неотъемлемая часть. И вообще даже, я вот, казалось бы, да, там, я все время пугаю. Все, ребята, вот президенты у вас меняются, а я у вас один. Хотя и президент у нас один. Ну, я к тому, что я все время говорю, вот у меня еще на один год хватит, и я ухожу, и так седьмой год каждый раз у меня, вот, ну, знаешь, вот это много-много работы там и так далее, немножко устаешь, иногда где-то эмоционируешь, потому что я харизматик, я такой открытый человек, если мне что-то не нравится, да, у меня там эмоции иногда прутут. Я наблюдал за тобой при помощи соцсетей во время карантина, и ты как-то с грустными, с грустным лицом сидела, говорил, что все плохо, все сложно, там, один процент, что-то еще. Казалось бы, ну, Еком весь растет, я не знаю, мой отец начал заказывать продукты при помощи приложений, сайтов и озонов и всего остального. Ну, пандемия, эквайринг и вообще финтех-бизнес для тебя, это как санкция для сарова, или все-таки это негативное явление для твоего бизнеса? Слушай, ну, во-первых, тут надо разделить этот вопрос на две части. Во-первых, грустно я сидел не потому, что там мне было плохо, мне это как раз-то было все, извините меня, заебись, потому что все люди включили мозг и пошли диверсифицировать свой бизнес, о чем я всегда говорил. То есть, ко мне прибежали все мои друзья-предприниматели, Дима, помоги, да о чем я вот так тебя включу, на твоей стороне иди программистов там палкой бей, пусть они тебе все это делают, все тебе быстро включим. А я тебе говорил, включай, нафиг это надо, нафиг это надо еще, ну вот что, за что боролись, к тому и пришли. Вот, если говорить о, скажем так, о инициативе Центробанка, который нам вхерачил на некоторые направления бизнесов, да, вот МСС, вот эта же категория там, ну, одежда там, бытовая техника, по-моему, аптеки, и что-то еще, что-то еще, короче. Ты сейчас говоришь о том, что Центробанк решил поддержать этот бизнес? Типа поддержать эти бизнесы, да, там, я не буду сейчас более точно называть, потому что там, может, обидеться на меня там и так далее, но я не понимаю одну вещь. Кого мы, блядь, поддерживаем? Давайте разберем направление аптек. Три рубля маска стала, блядь, тридцать, тридцать рублей этот, как он, антисептик стал в 600 рублей, и я поддерживаю их, забирая кэшбэку, ну, то есть потребитель самый конечный будет страдать, потому что не будет возможности платить кэшбэк, мили там и так далее, вот если бы эту инициативу продлили. И я, на мои плечи переложили, то есть для меня один процент, да, там, ну, в экосистеме даже и для банка, это ноль и минус. В деньгах ты вырос, я не знаю, март-июль 19-го к марту-июлю 20-го? Смотри, вот если мы берем начало карантина, то с введением этого одного процента у нас немножко подупало. Но эта дельта, она закрылась новыми подключениями, и, естественно, рост он есть. Но если говорить в абсолютных, как бы, величинах там и так далее, то у нас июнь, июль, август по отношению к тому году мы растем в три раза. Это нонсенс на седьмой год. Ну, потому что все мы знаем, что... Первые годы еще понятно на малых цифрах? Конечно, с одного миллиона до одного миллиарда-то вырасти. Это попробовать с шести миллиардов вырасти до четырнадцати, например, миллиардов. Но это уже сложнее, понимаешь? И это вот очень, ну, как бы, круто. Дим, когда ты создавал Cloud Payments, ты еще работал в РБК-мане, правильно? И я, наблюдая за тобой, увидел, у тебя яркие обсуждения, так называемые срачи в Фейсбуке, и с Робокассой, и еще с коллегами по цеху. Вообще конфликта интересов не было? Вот ты из структуры переходишь и создаешь компанию конкурирующую. Какой провокационный вопрос. Ну, во-первых, когда я работал в РБК-мане, то я не создавал компанию Cloud Payments. Это был 2013 год, и получается, я где-то в августе, в сентябре задумался, ну, то, что мне надо идти дальше. Я же говорю, я был карьеристом, как говорится, да, собирал вот эти офферы, и получается, что я хотел пойти на уровень ну, как бы, выше, дальше. У меня было от двух банков очень, два серьезных оффера, вот, и я тогда уже озвучил Андрея Морозов, тогда был генеральным директором, и, ну, как бы, фаундером РБК-мане, что, как бы, мы будем расходиться, да, там, ну, вот, до конца декабря я там должен был пост сдать, грубо говоря, коммерческого директора. Вот, и уже начиная где-то с января-севраля, когда я уже, ну, то есть у меня, ну, порядочность, она должна быть во всем, да, если ты занимаешься чем-то одним, то ты должен заниматься чем-то одним, если ты хочешь заниматься чем-то другим, то тебе нужно переходить. И как раз вот на стыке тогда, когда я чуть не принял этот оффер, появился Костя, говорит, давай делать свой бизнес, вот мы начали делать. По поводу вопроса о конфликтах, тогда, ну, получается, собственник был Андрей Морозов, ну, так получилось. В РБК-мане. Да, что, ну, немножко себя непорядочно повел. Речь о деньгах? Речь о деньгах, да, по сути, было кидалово на мой золотой парашют, как-то так. Ну, то есть в итоге ты уходил с конфликтами? Не, я не уходил с конфликтами, я махнул рукой, господи, все вернется троекратно, грубо говоря, что и получилось. Но сегодня вы больше РБК-мане или нет? Слушай, я не знаю их оборотов, но я считаю, что если мы берем белый трафик, с которым исключительно мы работаем, только с белым трафиком и так далее, то по белому трафику с порядочными мерчантами мы больше. А соотношение вообще черного трафика или серого трафика в интернете с белым, оно какое? Серая зона? Серая зона, она больше. Ну смотри, если мы говорим про черный трафик, то это детская проституция, наркотики, оружие, что-то еще. Если мы говорим про серый трафик, то... Серый это просто проституция, да? Нет, ну слушай, на стыке проституции. Серый трафик это, например, когда вот, допустим, казино у нас в онлайне запрещено, да, а его начинают процессить из, ну там, какие-то европейскими эквайерами и так далее. Вот это мы к серому трафику относим, да? Что да, можно там как-то по рискам процессить всю эту как бы тему, там, какие-нибудь там, не знаю, форексы и так далее, бейтинги там и так далее. Да, 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 то есть вот это все серый трафик. Ну что, есть специалисты, которые умеют с ним работать. Мы пока как бы не умеем и не хотим туда идти. Недавно один из крупнейших, по-моему, европейских, одна из крупнейших европейских компаний, которая работала с серым трафиком, столкнулась с проблемами, с каким-то, да, это... А, ты про Вайхард, что ли? Ну, слушай, я бы не сказал, что он, как бы, Вайхард, на мой взгляд, была, или сейчас есть, или я не знаю, что сейчас В основном это казино же, да? Слушай, я не знаю по поводу их трафика, но, наверное, там, помимо и белого трафика, было какой-то серый, но они умели с ним работать и, видимо, какие-то инструменты были. Развиваешь компанию, оборотов, да, ты в минусах сидишь, но у тебя компания фурычит. И вот по выручке, по оборотам как раз покупали компанию. С годами немножко фокус сместился в сторону качественного показателя, то есть нужна EBITDA, нужно применить к нему мультипликатор, там, от 6 до 12, к примеру, как это делали мы, вот, и вот по таким принципам оценивается компания. Ну, как-то так было все. Слушай, ну, в 14-м году рынок эквайринга, казалось, был занят. С каким УТП ты выходил? Что ты хотел сделать? Вот в чем было отличие Cloud Payments в твоих мыслях тогда, в 14-м году? Слушай, мы, когда с Кося начинали этот бизнес, мы четко понимали проблематику всего этого рынка. Ну, приведу вот просто два самых ярких примера, потому что можно вот про это УТП рассказывать бесконечно, да. Первое – это то, что… На тот момент, интересно. Да, вот на тот момент, это как раз 13-12 год, проблема одна была, да, что ты нажимаешь кнопку «оплатить», у тебя происходит редирект, пользователя как бы уводят на какой-то сторонний сайт, на страницу оплаты и так далее. То есть я как предприниматель, как владелец интернет-магазина, я терял пользователя, что с ним происходит, да. И были прецеденты, это подтвержденный факт, когда уводили пользователя, там вообще ему показывали баннер со скидкой на тот же самый товар, только у конкурента. То есть вот так еще мудоемничали некоторые плохие, скажем так, провайдеры платежей, я не буду их называть слух, вот, и уже доказано, что чем больше шагов, тем меньше конверсия. И вот это основная проблема, там что-то сбойнул Wi-Fi, там или еще что-то, что-то отваливалось, и конверсия была как бы низкой. Мы сказали о том, что не надо никого ничего не уводить, будет вот, как у гениальной компании Stripe, да, это они одни из самых первых придумали. А вообще, если взять историю именно в России, то первый виджет, первый айфрэм был придуман в РБК Мани на стыке с партнерством с Квипом. Это тогда Сергей Кравцов такой разрабатывал вот эту всю тему. Я помню. Да. И мы первые, кто это вообще сделали. Он говорил, давайте масштабировать эту тему, он сказал, вот, ты Спиридонов ни хера не понимаешь, ничего это не будет работать. И основной-то ценз, или как это сказать, аргумент всей индустрии был, что Дим, ты что, все доверяют именно этому платежному шлюзу, куда тебя увели, там, и так далее. А я говорил, уже прошли те времена, когда доверяют вот этому платежному провайдеру. Все доверяют магазину. Ты хоть на голуби привези, привяжи, эти денежки отправь, там, и тогда я спрашивать буду с интернет-магазина. Сказал, все нужно меньше шагов, больше оплаты, быстро, удобно и безопасно. Вот в этом вот виджете. И культуру вот эту как раз, вот этот, приучали весь менталитет всех плательщиков, это была первая компания Cloud Payments. Это потом уже начали, скажем так, брать с нас пример и уже внедрять. Потому что у всех был редирект, мы первые, кто запустили этот виджет. И сказали, что так будет. Рынок сказал, не будет, и когда они увидели бурный рост у нас, все побежали туда, у нас даже доходило до того, и все факты, кстати, зафиксированы, что начали пиздить все эти, вплоть до кнопок, до шрифтов, там и так далее. Это первое. Второе, я сказал, что не надо никакой бюрократии, потому что подключение к интернет-эквайлингу занимало, вот даже банально, по первичным, как я люблю говорить, по первичным половым признакам, да, собрать эти учредительные документы. Это что-то подписать трехсторонний договор или два договора или что-то. Ну, черт ногу сносят. Ну, зачем выносить мозг предпринимателю, который должен зарабатывать деньги, а не тратить свой талант на вот эту всю бюрократию? Я сказал, будет оферта. Почему нельзя сделать электронную оферту одним нажатием, и сделать подключение в рамках дня, в пять минут, там, если все готово, там и так далее. Тоже нам сказали, да, это вообще арбитраж не отработан, там и так далее. В итоге мы сделали, и все это пошло, и опять нас, мы первые в России кто-то вообще сделал, это тоже зафиксированный факт. Дай бог, спасибо большое Яндексу и Гуглу, которые все индексируют, да, там и по новостям это можно отследить, и по каким-то скринам. И тоже эту оферту начали пиздить. Дошло до того, что, по-моему, ну, дофига игроков, да, вот пример, приду, Росевробанк, тоже, короче, взял эту оферту, полностью скопировал, там соотношение было 93%. Это зафиксированный факт. И говорят, ну, мы так задаем вопрос, блядь, что вы, типа, у вас что, своих юридов, у вас денег куча, с каких-то стартаперах что-то, блин, берете, хоть бы бутылку бы привезли за спасибо, там, и так далее. Они такие, а что, Дима, это все мы сами. Я говорю, окей, окей. Вы знаете, что такое индексация? Вы на своем сайте Cloud Payments удалите, вы забыли удалить компанию Cloud Payments. В коде просто, да? Да, они просто выложили просто вообще бездумно, хотя бы переформатировали, там, и так далее. В итоге они ее убили, потом, может быть, там, не знаю, часть взяли, часть это, но что-то переписали, почистили. Вот такие вот факты. И вот таких вот вещей, которых мы вот привели, вот, я не знаю, ноу-хау назвать или новый подход, поменяли полярность, у нас их дофига. И почему мы взяли вот этот рынок? Ну, плюс мы, как бы, фокус-то делали на продукт, как раз, вот это удобство, что это не вот такие толмуты API по интеграции, где-то задалбливаешься просто интегрировать, да? Ну, допустим, виджет — это вообще 23 строчки. Там у нас по телефону бухгалтер, 53 года, сама вставила этот виджет и все заработала. Ну, то есть вот такая... Это простота. Да, мы все это упростили. Ну, можно назвать, что Cloud Payments — это copycat, то есть такая локализованная копия Stripe или нет? И вообще, как ты относишься к copycat проекту? Если на Западе что-то хорошо работает, если Facebook работает, Павел Дуров делает copycat и называет его ВКонтакте, и это становится отдельно стоящей успешной компанией с большой капитализацией. Слушай, ну, я бы не называл это каким-то copypast, даже можно так сказать, потому что в каждой стране свой менталитет, свое потребление, своя культура. Даже взять, если... Вот, допустим, 3DS в Америке нету, потому что там, если у тебя украли с карточки деньги, то ты пишешь в банк свой, он тебе вернул, и банк уже ищет этих мошенников. У нас здесь, в России, ты иди-ка сам. Сам виноват, сам дурак. Вот, и у нас, допустим, 3DS, вот, допустим, то, что придумали, то, что у нас особенности нашей национальной культуры, то, что у нас самый известный кул-центр находится в местах не столь отдаленных. Все мы знаем эти все мошеннические подходы там и так далее. Поэтому, когда проводится платеж, у нас еще есть еще и проверочный код, вот этот 3DS. У нас вот такое потребление. Copypast, ну, у нас, ну, у нас совершенно другие даже инструменты. Вот, допустим, если Россия номер один, вообще, я считаю, по финтек, по потреблению вот этих услуг, по внедрению их, по каким-то новым ноу-хаутам и так далее. Я согласен с тобой. Потому что, если ты здесь, у тебя Apple Pay и Google Pay распространено, ну, это как, знаешь… Меня вообще удивило, что в Германию я приехал. Да, да. А на тягах на дурака смотрят. Какой топой в магазине Apple даже это было. Да, да, да. Ну, то есть, вот там такой культуры как бы нету. И поэтому здесь вот сравнивать вот этот copypast, там подходы совершенно, они разные. Сидим, всех последние годы очень возбуждает успех револют в финтех-сфере. Вот что может быть новым трендом, что может быть заявкой на новый револют в финтехе, на твой взгляд? Может быть ты вокруг своего сообщества предпринимателей видишь подающие голос компании? Слушай, мне нравится вот, скажем так, приведу один пример, да, когда вот эти беспорядки там в Америке-то были по поводу убийства чернокожего человека там и так далее, да, ворвались там в магазин Амазона и вынесли как бы товары. Но, к сожалению, там через, там считалась эта NFC-технология там и так далее, все у них с аккаунтов там потом посписывала. Вот это вот прорывные вот революционные технологии, когда ты приходишь просто уже в программу лояльности в ресторане либо оплату по лицу там, не знаю, да, там. Когда ты берешь товар с полки, то ручки твои вот-вот, просто беру булку хлеба там, выхожу, у тебя уже все как-то списалось, да. В сфере ЖКХ, когда у тебя уже аккаунт какой-то банковской карточки привязан куда-то, да, там, ты снимаешь квартиру, либо ее купил. Прачечная, уборка, мытье окон, нянечка или еще что-то. Все списывается с карты. Вот что-то вот в этом периметре. Конкретно я сейчас вот взять там, брать, назвать что-то, что может быть явиться, я сейчас как бы не могу, это нужно смотреть за трендами. То есть это каждый день у нас рынок меняется. Я не знаю, что будет завтра. Вчера, например, СБП не было, сегодня СБП есть, да. И нужно смотреть просто на потребности рынка, что он хочет, что можно где-то там, как это… Подсмотреть. Проблематику подсмотреть, применить, масштабировать, что-то там пошло в одном государстве, масштабировать там и так далее. То есть как-то надо так к этому относиться. Я знаю, что даже в офисных центрах ставят кафешки, в которых люди берут еду и сами их сканируют, сами их оплачивают. В магазинах российских началось… У кассы самообслуживания, да. У кассы самообслуживания. В России-то будет работать? Слушай, оно будет работать по прошествии какого-то времени, потому что все-таки русскую культуру надо приучать. У нас же получается, ну как это, спиздил и ушел, называется нашел. К сожалению, это русский народ, понимаешь, их нужно приучать вот к этому. Да, где-то там что-то будут проблемы, потому что для населения Российской Федерации это дико. Если брать Центральную Россию, здесь, может быть, и получше будет. Но все, что справа от Уральских гор, там есть та категория населения, у которых прожиточный минимум-минимум, ну поставь туда кассу самообслуживания, у тебя вынесут ничего и будешь разбираться, откуда у тебя убытки и так далее. Но я верю все равно, что у нас все равно будет культура такая потребления. Вот, например, в Америке такая культура потребления, она как бы есть. Мы к этому идем. Но когда-то что-то будет. Мы, если берем 2010 год, 2011 год, мы тоже, любой интернет-магазин там, дай бог, если бы 47 или 53 процента платежей занимала бы банковская карточка. Вот тоже культура. Нет, мы не доверяем, только кэш. То есть люди брали, снимали с банковской карточки кэш, шли в терминал, комиссию платили. То есть не было такой культуры. А сейчас уже банковская карточка занимает там, я не знаю, свыше 92-97 процентов в среднем в онлайн-магазине. Нет, у нас здесь в России. То есть, понимаешь, цена вопроса 2011-2020 год, 9 лет. То есть это вот культура, приучаешься. И, например, вот сейчас еще мы только-только приходим, если центральная Россия, она вся как бы уже платит, мы все понимаем, то вот всплеск идет все, что справа от Уральских гор. То есть люди там уже не боятся применять. Моя бабушка 80 лет уже научилась там оплачивать платный аккаунт в мамбе с дедушками там знакомиться. Это я ноутбук подогнал. Учу ее, короче, давай, жги там. Сейчас блогера хочу из нее сделать. Ну пусть, как это, развлекается. Но ты поддерживаешь Россию, почему не в Тиндере? Ну слушай, все освоим. Ты знаешь, как тяжело учить пенсионеров. Это же мама родная там. Ты рассказывал о том, что у вас есть бизнес, который называется Cloud Tips, ваше направление. Насколько это вообще большая история с чаевыми? Как найти вообще свою такую, знаешь, под нишу в эквайринге? Слушай, да, как я и говорю, тут нужно смотреть на рынок и его потребности. Для меня это было более, которую вы в том числе и коллеги ваши решили. Да, в том-то и дело. Мы всегда следим за трендами на рынке. Мы общаемся не только с партнерами, но только использовательской аудитории. Мы делаем опросы. А что? А какие запросы на сегодня? А что нужно полечить там и так далее? И реально нащупали эту проблему, что не всегда есть кэш. Если мы все уходим в банковскую карточку, копим мили, кэшбэки и так далее, все, наша культура, она меняется. У нас меняется полярность в том числе. И как раз возникла вот такая тема с этими чаевыми. Мы одни из самых первых, кто запустил на рынке Cloud Tips, одно из наших направлений в прошлом году. Как раз мы увидели вот эту потребность, вот эту боль. Правда, я сижу, все в телефон. Во-первых, это безопасно. У тебя телефон украдения, я ничего не сделаю. Понимаешь, что туда не зайду. Сейчас все по Face ID и так далее. То есть, если раньше была карточка, потом мы ее защитили 3DS. Сейчас мы ее убрали, в телефон вообще нигде не светим. Ну, удобно же вот так вот Apple Pay им оплачивать. И дальше к чему мы пришли? Чтобы сохранить вот эту, как сказать, психологическое присутствие того, что я тебе кэш передаю. Ну, то есть, это менталитет, что эти 100 рублей как официанту передаю. Надо было, чтобы также в режиме онлайн как бы сделать. Вот, допустим, мы так сделали. Многие коллеги по цеху пошли по другому сценарию. Они как-то там накапливают за сутки, что-то там выводят. Ну, что-то как бы не понять. Здесь человек сразу получает деньги. Нужно как бы понимать вот этот нейромаркетинг, потребление. Потому что официанту тоже как бы невыгодно. Ну, и куда? Чего-то там скинули. Ты мне потом как администратор передашь там и так далее. И вообще как бы, ну, фиг его знает. Дальше. Чаевые по налоговому кодексу Российской Федерации не облагаются налогом. То есть, уже сами даже работодатели, когда поняв, что это охренец как бы тема, это же еще и оптимизация по заработной плате, и они начали вшивать нас уже в ПО. То есть, по сути, это не надо визитку давать, грубо говоря, да, там. Они выкатывают чек, там есть QR-код. Сейчас любая камера может считать этот QR-код. Ссылочка открываешь, все это перечислил. Когда мы запускали этот сервис, знаешь, какая самая большая была пользовательская аудитория, которая начала пользоваться этими чаевыми? Это проституция. Проститутки, да. Это серьезно? А как мы это выявили? У нас финмониторинги и так далее. Ну, там есть свои какие-то правила, да, чистота, допустим, перечислений и так далее. Ну, фиг его знает. И звонят, значит, держателю карты. Слушайте, у вас тут куда-то там чай уходит. А, это нормально, я продлеваю. А, я нормально в сауне. Ну, то есть, вот реально начали. Вторая категория – это там уже пошли официанты и заправщики на автозаправках и так далее. Но есть как бы востребованность. Я не могу сказать, что это прямо супер-мега прибыльная и хорошая история, но она как комплиментарная. Но один из каналов. Она как синергия. Потому что для предпринимателя сейчас, на сегодняшний день, вот моя мечта – это феодальный строй. Принцип одного окна. Чтобы он у одного поставщика услуг по приемлемой цене вот такие дорогие технологии мог получить. Да, там и интернет-экваринг, и онлайн-кассу, и чаевые, если у тебя есть курьеры там и так далее. И еще что-то, еще что-то там и так далее. Дим, с точки зрения инвестора, куда бы ты рекомендовал смотреть? Есть много отраслей, которые сейчас популярны. Это и онлайн-образование, и медтех, и фудтех. Как определить отрасль и вообще, как определить ту сферу, в которую можно принести свои деньги как инвестиционную Слушай, на мой взгляд, мне нравится все, что в периметре медицины. Все вот эти разработки и так далее. Мне нравится все, что связано с искусственным интеллектом. Допустим, я не знаю, есть такие темы, когда программное обеспечение само себя анализирует, дописывает, вырабатывает какие-то новые правила и так далее, выискивает слабые места, тестирует. И оно автоматизирует. Вот это интересно. Биометрия интересная. В рамках... Это не потому что ты стал взрослее и сам о своем здоровье беспокоишься? Ну, в том числе, слушай, я вообще у меня прямо идея фикс. Ну, как бы за здоровьем вообще в принципе надо следить, потому что после 35 лет твой организм уже списан с гарантией. Мы просто доживаем свои дни. То есть берешь землю, в карман засовываешь и начинаешь уже потихоньку привыкать. Там осталось пожить и все. И, конечно же, медицина становится актуальной. Как полечить рак, как полечить СПИД и так далее. Как полечить этот ковид. У нас изобрели эту вакцину и так далее. Вот спорный вопрос, надо ли вакцинироваться или не надо. Ну, как-то вот так. Но это очень интересно, кстати, тем. Как компания, как частный инвестор ты куда-то инвестируешь или нет? Как частный инвестор я не имею права никуда инвестировать, потому что у меня акционерный договор и я должен спрашивать разрешение у совета директоров. Потому что я не имею права заниматься никакой больше предпринимательской деятельностью, пока я нахожусь в экосистеме и в периметре Cloud Payments и группы компании Тинькофф. Прямо зачитал, прямо из акционерного договора. Не, ну это как бы, во-первых, понятийная история. Зачем? Смотри, можно что-то делать одно хорошо, либо размывать свой фокус. Судка, это 24 часа, одной жопой на 5 стульях не усидишь. Но при этом, даже если у меня появится в плане интереса инвестировать в какой-то проект своими частными инвестициями, как говорится, со своих счетов и так далее, я думаю, что не будет у меня труда объяснить это коллегам, что я там участвую только, грубо говоря, каким-то добрым советом и идите в жизнь, ребята, и деньгами. Я не думаю, что мне там будут, о, нет, нет, мы тебе запрещаем туда инвестировать. Как-то так. У тебя популярный Facebook достаточно, собираешь сотни лайков под своими постами. Это ты тешишь свое эго или все-таки для бизнеса есть реальная какая-то польза? Скажи честно, как на духу. Слушай, ну, если брать социальные сети, но вот Facebook, он чисто для работы, потому что он является для меня, как для предпринимателя, все-таки инструментом и каким-то каналом по коммуникации с теми людьми, которые меня там читают, следят за историей развития моей компании там и так далее. И понимаешь, иногда происходят те ситуации, когда нужно, как говорится, от первого лица говорить правду. Вот. И это очень хороший инструмент, понимаешь, там можно сплетни собирать или еще что-то компрометировать. А это такой некий инструмент, где ты показываешь. Меня там вообще все обвиняют, что я слишком открыт, то про развод пишу, то еще что-нибудь. Ну, я такой человек. Он такой, знаешь… Ну, это инфекционизм психологический или нет? Слушай, ну, отчасти да. Отчасти с точки зрения, допустим, если у меня, вот, допустим, мы возьмем периметр развода, он мне тяжело очень дался. Вот. Вот. Я, когда рассказываю, мне становится легче, понимаешь. Я делюсь внешним миром своими переживаниями там и так далее. И мне как бы фиолетово, что там мне скажут, что так нельзя, это не каноны там и так далее. А у меня же там еще такой образ в Фейсбуке, что он чуточку отличается немножко от образа в моей уже, как говорится, в живой жизни. Но при этом, не знаю, мне как бы нравится так, как я его веду, этот Фейсбук. Я даже обвиняю, что мне там посты кто-то пишет. Все пишу я. Единственное, то, что меня уже задрали с моими орфографическими ошибками, я сейчас все тексты, которые пишу там или надиктовываю, мне их проверяют на грамматические ошибки. Чтобы не было мучительно, стыдно. Ну да, все понимаешь, вот рви ебаш там, не скажи. Ой, Дмитрий, вы там так материтесь. У меня такой случай был там, ой, Дмитрий, такой предприниматель, вы так материтесь и как это так там. А потом я узнаю, что они разводятся, эта парочка, потому что муж отпиздил свою жену. Я говорю, нормально. Лучше ругать. Конечно, я за Ранев. Как Фаина Раневская говорила. Да, да, я с ним полностью согласен. Лучше быть хорошим человеком и пусть будут даже ругаться матом, хотя у меня маты, это не маты, это связующие, сказуемые. Но чем тихо воспитанные тварью. Это правда. Но ты достаточно эксцентрично все равно себя ведешь в соцсетях, и вот в интервью ты позволяешь себе говорить вещи, как они есть, да? Я называю, да. И мне в некотором эта эксцентричность напоминает, с одной стороны, Тинькова, с другой стороны, Чичваркина, в чем-то Ричарда Брэнсона, который может всякие эксперименты себе позволить делать. Кто-то из этих людей для тебя является вот таким кумиром? Ну, не кумиром, а, наверное, человеком, которому ты уважаешь. Слушай, вот если ты говоришь про Чичваркина, да, он для меня такой некий в свое время был иконой. Потому что, когда я жил в Чите, да, управлял бытовой техникой электроникой, я там часть его кейсов каких-то применял и какие-то они даже были удачными, да, когда он там писал напрямую сотрудникам письма, да, там, где разъяснял, там, позвоните мне. У него была такая же открытая позиция, он на самом деле тоже построил свою историю. И он, кстати, как и ты, продажником был очень хорошим. Да, вот если брать, вот, как говорится, у меня кумир только один, ну, это Олег Тиньков, потому что я за ним еще есть читы следил, я знаю еще, ну, я не знаю, как так зашлось, но почему-то вот он, знаешь, есть такая вот, он сибиряк, я сибиряк там, знаешь, а мы что, провинциальные парни, как раз вот этими клишетами всеми и живем, что вот надо следить за такими, как это, моей крови и брат, типа там и так далее. Я даже помню, когда у него был магазин в Санкт-Петербурге по CD-дискам, где он приглашал там Аллу Пугачеву еще тогда молодую с Киркоровым там и так далее. Вот, как он развал все эти бизнесы, продавал, да, там, я просто, ну, следил за его, как бы, историей. Я, на самом деле, очень горжусь коммуникацией с Олегом, потому что для меня он, как говорится, в рейтинге кумиров неоспоримый лидер, потому что создать столько бизнесов, эффективно продать, а потом еще и разорвать шаблон, вот с чем он схожий. То есть, я не говорю, что я беру с него там прямо, вот, прямо по трафарету его жизни живу, нафиг мне это надо. Но Рвиебаш придумал я и сейчас я вот в 38 лет понимаю, что, оказывается, Рвиебаш, он уже это, уже, ну, как бы, прожил, создав самый большой онлайн-банк. Да, и это на самом деле, я не знаю, космос, флюиды, там, и так далее. Ты говоришь, ты следил за ним, и фактически твоя такая, ну, не мечта, а желание быть где-то рядом, и я думаю, что, наверное, ты даже не думал о том, что будешь бизнес вместе с его компанией делать. Ты веришь вообще в эти истории про визуализацию, вот, я не знаю, хочешь хорошую жизнь, там, сходи, посиди в Феррари, я не знаю, мечтаешь стать миллионером, думай, ты как миллионер, вот эти все бизнес такие книги. Слушай, я верю, я верю в энергию. То есть, энергия, она работает. Энергия – это тогда, когда ты живешь праведной жизнью, не совершаешь никакого зла, даришь позитив и стараешься его множить. И это работает, вот это единственное. То, что там мечтать, да, у меня куча мечт, осуществилась только потому, что я мечтал, да, там, от банального, что я там был когда-то школьником и мечтал работать вот в этом красивом здании, когда я там вообще, мне всегда нравилась архитектура, вот этот сталинский ампир, там, и так далее, с колоннами, главное управление связи. Я просто помечтал. И потом я себя словил на мысли, что, там, полтора года работаю в этом здании, работал я экономистом в Сибирь-Телекоме, что я, оказывается, работаю в этом здании. И вот это яркий пример, что у меня вот таких вот процессов, ну, как бы, таких мечт, они потом в жизни, они, как бы, работают. И важно отличать мечту от цели. Можно поставить цель. Есть иногда мечта плавно перетекающая в цель, но это, как бы, работает. Ну, то, что ты посидишь в Феррари и, типа, ты ее купишь, ну, блядь, это какой-то бред вообще. Надо поднять свою жопу и работать для того, чтобы у тебя было в Феррари, рвать и ебашить. Понятно. Знаешь, я недавно смотрел фильм, который называется «Настоящее будущее», в котором два социолога ходят среди людей и спрашивают их о том, какое будущее у вас, светлое или темное, вообще позитивное или негативное. Вот твое будущее, как ты смотришь вперед с позитивом, с негативом и вообще связано ли твое будущее с Россией? Или такой человек в Италии и там выпивать розе до конца троих дней? Ты знаешь, я сам по себе такой человек. Как-то так меня воспитала мама, что я всегда на позитиве, несмотря ни на что. Знаешь, у меня нога сейчас будет отрублена, там кровище будет. А я буду улыбаться с тобой. А что? Ну все, скоро я умру, а что? Надо потратить на позитив последние минуты. И поэтому я в том, как в меме, знаешь, там собачка с какао сидит, там все полыхает, горит, ядерная война. А у меня все хорошо. Я, конечно, думаю, что все будет хорошо. Что люди изобретут что-то новое, что молодое поколение, оно будет нас перешагивать. Я сегодня тебе уже рассказывал, что вот сейлс по моим критериям перешагнул меня, что любого сенсея ученик перерастет и это круто. То есть, каждое поколение, оно будет лучше предыдущего. И будут новые технологии, что-то новенькое. Мы полетим на Марс, я не знаю, я с позитивом смотрю. Пенсия твоя где будет проходить? Ты хочешь вообще из России уехать? Ну, во-первых, я считаю, что с моим образом жизни, тире нервами, я, ну дай Бог, хотя бы доковылять до 60 лет. До пенсии, я не знаю, ну как даже, да и потом, ну какая пенсия? Я считаю, что пенсия – это твои дети. То есть, нужно родить детям, дать достойное образование, вдохновить их своих примером. Я думаю, что как бы и пенсия не нужна. Твои дети тебе, знаешь, стакан воды подадут и не выкинут тебя в пенсионный дом или на помойку не выгонят. У меня такое как бы это отношение. Сейчас я, к сожалению, ну не верю в эту пенсию. Допустим, я не понимаю, да, там, как в своей квартире, там, со средним чеком коммунальных услуг в 11-15 тысяч, извините меня, я буду на пенсию уже 17 тысяч. Мне что там надо сдавать каждый угол, там, или консержкой подрабатывать, там, я не знаю, как бы. Поэтому будущее, как сказала Алиса, будущее в наших руках. Мысли уехать из России куда-нибудь тебя посещают? Честно говоря, я не хочу уезжать из России. Я себя не вижу без зимы, без русского менталитета. Я люблю Москву, я люблю Байкал, я люблю там Читу, где я там родился и так далее. И хочется при всех наших сложностях в нашей экосистеме, в нашей стране тоже показать, что в России можно построить бизнес, платить в белую налоги, заработную плату, не скрывать. Ну, просто, как бы, вот сидите, и вот у меня, допустим, все офшоры подчинены в Россию. Я плачу все налоги здесь. Да, у меня я зарегистрирован в Минэкономразвитие, как айтишник, у меня есть налоговые льготы. Существенные которые? Конечно, да, там, что 31-34 фонды платят другие компании, мы платим 14%. Ну, вот додавили инициативу, да, что теперь там, по-моему, 6,9 будем платить и 3% налогов на прибыль. Вообще, лафа. Ну, то есть, немножко там в парадигме трех лет у нас затормозятся IT-мозги. Здесь, что будет больше мотивация открывать здесь компании там и так далее. Я считаю, что, ну, как, президент подписал или не подписал, это тоже указ, но я думаю, что это вопрос времени. Не то, что это будет с 1 января 2021 года, это уже совершенно очевидно, я считаю это позитивом. И, как бы, можно ныть сидеть, государством не должно, там, это совка уже нет. Понимаешь, это остаточные уже вот эти все налеты остались, что нам, кто-то что-то нам должен. Пока жопу не поднимешь, руками не поработаешь, как говорится, ничего не будет. Поэтому надо рвать и ебашить. Это точно. А ты аполитичен вообще, в принципе, или придерживаешься каких-то взглядов с точки зрения политики? Я вообще политичен, я предприниматель. Мне никто не верит, потому что я придерживаюсь таких же взглядов, как и ты. То есть, мне хорошо, я делаю свое дело, я работаю на благо себя и там, своей семьи, и это самая главная задача, и политика меня особо сильно не касается. Ты знаешь, тут же все зависит от, вот если рассуждать, как сказать, помимо, как это выразить, что если делать средства, нужно смотреть по поколению. Вот я 82-го года рождения. Говорят, некоторые критикуют президента, они критикуют. Вот если смотреть по поводу комфорта и спокойствия, я доволен. Потому что я, допустим, видел, как убивали людей в 90-е годы и так далее. Следующее поколение, они этого не видели, и они думают, что что-то будет лучше. И они тоже имеют право на это мнение, что что-то там, типа смена режима, смена президента и так далее, что-то им решит. Я, например, не поддерживаю. Я очень аккуратно в высказываниях в этом плане. Я считаю, что у нашего президента идеальная внешняя политика. И Лавров мне лично очень нравится. И страна у нас молодая. Ну, что мы хотим тут за 10 лет исправить? Или за 20 или сколько? Какой у нас? 2020 год уже? За 30 лет? Тут, по-моему, 100 лет надо еще прожить, сменить поколение. Работать и работать. Да, чтобы тут что-то поднять. Страна большая, там, вот все что-то разом там, навалились там. Ну, просто, понимаешь, у людей, когда сравнивать не с чем, они сравнивают с текущей ситуацией. Ну, как бы, помним сознание там и так далее. Допустим, там никто же не видел голод, да? Или когда город там без горячей воды, без газа, без электричества сидели. Это вообще со временем 21 века, или какой там 20-й там был, поддерживали огонь, чтобы варить супы себе, накормить и по талонам там получать продукты. Я даже не видел вот это поколение, которое там орет, вот-вот-вот, нас тут зажимают там и так далее. На фиг это надо. Согласен. Если мы говорим с тобой про будущее, какие планы и цели ты ставишь Cloud Payments и себе лично, там, на горизонте, условно говоря, 5 лет? Ну, себе лично я хочу стать князем тьмы. А если говорить про будущее, то хочется дальше что-то придумывать новое, изобретать, внедрять, рвать шаблоны. Ну, вообще, какие-то цифровые планы и KPI для компании ты ставишь себе? Ну, конечно, у нас есть своя стратегия и по цифрам, и по планам, и по финмодели там и так далее. Мы по ним идем, мы их опережаем. Ну, как бы это все уже остаточный же, получается, продукт твоей работы. Главное, чтобы изобретать что-то новое, да, быть инноваторами, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, что-то такое придумывать то, что будет нужно и войти в историю. Ну, вот что-то вот мы в погоне за всех. Тебе важно признание, да? Конечно, вот что-то вот мы шли-шли-шли, херак нащупали. И быстро-казали, и самый первый, и все, и от востребованного этого, и все, ну, молодцы. И на твоих похоронах все рыдают, Дима, сенсей, на кого же ты так покинул, там, и так далее. И спасибо, что дал дорогу в жизнь, там, вдохновил, там, и так далее. Но ты в этих желаниях не единственный, и вообще сейчас культивируется в предпринимательском сообществе вообще культ предпринимателя, да, что все идите, бегите, становитесь предпринимателями. На твой взгляд, секреты успешного предпринимателя в чем? И каким образом можно свою компанию, если мы говорим про IT-сегмент, создать, меньше ошибаться и больше побеждать? Слушай, а вот вообще очень интересный вопрос. Я вообще придерживаюсь того, хочешь понять, какой предприниматель, рыба гниет за головы, зайди в коллектив и пообщайся, там, не знаю, охранник, там, уборщица, и начиная так, по верху, там, и так далее. Ты, ну, как бы, увидишь, какая культура в этом бизнесе, да, тот, кто предприниматель управляет вот этой всей темой, и ты можешь уже где-то определить подходы этого предпринимателя. Я руководствуюсь вообще простыми принципами. Надо быть честным, порядочным, трудолюбивым и командным игроком. Все. Относись к людям так, как относились бы к тебе. Например, я все применил, вот все, вот, знаешь, по эффекту обратной петли. То есть я переживал все, там, и кидалово, и бонус у меня отбирали, и зарплату не платили, там, и какие-то конченые тираны были. Это хороший опыт, кстати, с мудаками тоже поработать, чтобы самим не стать мудаком. И ты берешь вот этот весь негатив, ты его как бы купируешь и превращаешь в позитив. И относишь к людям, и видишь, можно было бы видеть эффект, но он эффект в разы больше, сильнее, и он там с мультипликатором 7. То есть отдача идет больше. Это же как инвестиционная политика. Инвестируешь в 10 людей, ну, даже вообще по всем законам природы, 9 из них всегда тебе вернут дивиденды в виде работы, лояльности, того, что они развиваются, там, и так далее. У меня в компании, чтобы ты сейчас понимал, baby boom. То есть у меня рожают детей, дети, у меня главный бухгалтер... Это люди, которые друг с другом внутри компании познакомились? Это не в том-то и дело, что не внутри, слава тебе, Господи, в компании. Это запрещено у вас? Это невыгодно. Слушай, ну, если люди полюбили друг друга, как я могу запрещать? Я же не Господь Бог, понимаешь? Так и с чем связано? Конечно, я так это намекаю, что люди, давайте не будем отвлекаться на шуры-муры эти, там, и все, личная жизнь – это там за бугром, там, и так далее. Так а с чем связано этот baby boom, ты считаешь? Так вот baby boom, вот как раз, если мы почитаем психологию, когда человек и семья в комфорте, они хотят плодиться, рожать детей, продолжать, брать ипотеки, кто-то не ипотеки, кто-то автокредит, кто-то не автокредит. То есть это, я считаю, что это хороший показатель. То есть для меня это вообще очень позитив, хороший знак, знаешь, по карме. Где-то там боженька видит, там, на-ка тебе еще удачи, что-то еще, там, каких-то партнеров, какие-то проекты, какие-то идеи, вот в этом плане. Я считаю это очень хорошим показателем, когда люди, извините, у меня ноль процентов текущики. У нас либо до трех месяцев испытательный срок, ну, по каким-то там причинам, причем это все мирно расходится, либо человек уходит по соглашению, то есть мы договорились, что, ну, у тебя не получается. Планка компании вот такая, ну, вот у тебя такая, ты согласен, ну, не твое, там, все, гаймово. А остальные, если посмотреть, там, уже люди уже по три, по четыре года работают. Это нонсенс. В том числе и айтишники. В том числе и айтишники и плодятся. Ну, то есть айтишники, они же такие, как саранча, должны переходить там и так далее, везде. А у нас самые талантливые айтишники и разработчики, я просто их всех обожаю. Казалось бы, социопаты, интроверты там и так далее. А у нас же самые лучшие вечеринки на районе, да, вот Хэллоуин в прошлом году. У них самые пиздатые костюмы были на Хэллоуин. Ну, там мы конкурс придумали, да, там, что-то 50 тысяч первое, место 30 тысяч второе, 10 тысяч третье. На самый лучший костюм. По, кто там, члены жюри выбирали, там, вот так далее. У айтишников самый лучший костюм, они так подготовили. Они же вообще не любят в этом. Они же такие как бы неледимые, ничего не трогайте. Они очень общительные. Ну, как общительные. Дозированные. Они пообщались, им на полгода хватило, все. Больше их не трогайте, вот эти витеринки там и так далее. И вот в этом вот самая крутая вещь есть. Дима, а как самоопределиться? Ты говоришь, что хорошей идеей может быть работа, например, Cloud Payments на протяжении, там, я не знаю, 10-15-20 лет, да, сколько там будет развиваться и жить компания, и ограничений по доходу у человека нет. С другой стороны, предпринимательский такой бум тоже существует, и вот мотивация всех людей для того, чтобы они становились предпринимателем. Как самоопределиться? Ты предприниматель или игрок в команде? Слушай, для всего внешнего рынка, конечно же, я предприниматель со своей командой. Внутри команды я командный игрок. То есть я себя ставлю наравне со всеми. Я себя считаю соузом, поцелованным богом макушку, таким талантливым, грубо говоря. Я стейлс-менеджер. Я умею общаться, выстраивать отношения, коммуницировать с любым человеком, с любой сущностью. В этом мой талант. И мне нравится пока что это делать. Я вот задумался, мы уже проговаривали, что самое страшное – это эффект перегорания. Я вот думаю, у меня его нет. Меня вдохновляет, что люди счастливы. Когда все начнут сейчас грустить, что-то пошло не так, компания загибается и так далее, загнусь я сразу же. У меня не будет мотивации. Ну, наверное, все. Это конец. А как самому человеку определиться? Он предприниматель или все-таки человек созданный мехоман? Я очень много думал, становятся предпринимателями или рождаются. Здесь я с Олегом согласен. Предпринимателем надо родиться. Понимаешь, должна быть чуйка, риск-менеджмент. Ну, какой-то вот этот взгляд, который как раз определяет тебя как предпринимателем. То есть я в очень позднем возрасте стал предпринимателем. Открыл вот этот вулкан, который спал, а потом его прорвало. Во мне это как бы есть. Потому что от чем талант и профессионализм отличаются? У талантового человека это все получается с первого раза, а профессионалу нужно освоить это, потратить на это время. Талантливый человек, который взращивает еще и профессионал, он ушагает быстрее, чем просто профессионал без таланта. Поэтому в этом как бы я считаю, что предпринимателям надо родиться. Дима, мы с тобой говорили о разнице локального подхода к бизнесу. Ну и вообще в Америке, например, есть такое понятие, как американская мечта. И все понимают, что это такое. Почему у нас этого понятия не существует? Очень хороший, кстати, вопрос. Я всегда, например, я всегда теперь в своих выступлениях пропагандирую русскую мечту, так называемую, как Russian Dream. И действительно ты подметил, что в Америке любой ребенок, студент, там уже кто выпустился из института и так далее, он уже понимает, что такое американская мечта. Там у них это пропагандируется. Она там уже, не знаю, там 70-х годов, что вот американская мечта, я уеду из деревни, вот и ставлю там актером или бизнесменом, или там на Уолл-стрит там буду работать и так далее. У нас в России такой культуры как бы нет. Вот как раз я все время говорю, вот русская мечта, русская мечта, это вот смысл-то в чем? В смысле как раз вот в моем рви ебашь. Что-то я зачастил с ним, меня все время пиарщики ругают мои. Но в этом и заключается, что вот если пропагандировать предпринимательскую культуру, все мы знаем, чем предприниматель отличается от олигарха, то… Чем, кстати? Ну здрасте, как будто мы не знаем, чем отличается олигарх от предпринимателя. Олигарху, если мы берем классику из 90-х, то, что я застал, ну что, с широкой руки досталось там на стыке с государством все эти предприятия, пароходы… Случайность. Да, случайность. А предприниматель – это тот, кто создает все с нуля, отдавая последнюю рубашку для развития своего бизнеса, и дальше это потом как-то капитализирует и растит этот бизнес. И вот как раз вот русская мечта, вот я ее все время в периметр, даже не в периметр, в плоскость предпринимательства записываю, что любой студент талантливый на физмате там или еще что-то может изобрести свой какой-то бизнес, какой-то ноу-хау, написать программный код там, ну или вообще что-то придумать такое новое, что будет востребовано обществом. И вот это как раз русская мечта – то, что ты станешь успешен. И у нас на самом деле очень много самородков. Только почему-то Москва их не знает, потому что они с Владивостока, с Хабаровска и с Новосибирска прямиком сразу же в Америку улетают, потому что там платят за то, что люди талантливые. А мы только к этому еще идем, понимаешь? Мы вот оцениваем там, ой, презентация, ты иди-ка там сначала попробуй сам как-то развить этот бизнес и так далее. А вот именно эта идея, она так не сработает. Тут надо вливать, рисковать, и чтобы она как бы самореализовалась. И потом уже мы получаем тот проект, который там, ну я не знаю, от которого башню сносит. И как раз русская мечта, вот ее смысл – это то, чтобы у нас в России мелкий-средний бизнес процветал. И дай бог, чтоб вырастал. Это реалистично? Я думаю, что это реалистично. Лет еще 50 подождем, постараемся, поработаем. Что делать-то? Мы не вечные. Если вообще мы говорим про мечту и про русскую мечту, в частности, про тот самый Russian Dream, это должна быть такая несбыточная точка, куда надо всегда стремиться, и вот почти ты ее достал, и она наступила? Или мечту можно реализовать свою целиком, как ты считаешь вообще? Мечта, само по себе понятие, что из себя представляет? Слушай, вот объясню тебе своими словами. У меня есть яркий пример, допустим, как я живу. Конечно, надо мечтать. Конечно, надо думать о том, что там некоторые мечты никогда не осуществятся и так далее. Но надо в них всегда верить. Делать это надо по-простому принципу. Вот ставишь себе цель – прыгнуть выше головы. Ну, конечно, ты выше головы не прыгнешь. Это по законам физики невозможно – прыгнуть выше головы. Но при этом, если бы ты не стремился, не мечтал бы, у тебя планка была бы такая. Но при стремлении вот к этой мечте и так далее, планка твоя вот такая. Да, ты не перепрыгнул, но ты сделал уже больше, чем бы ты мог бы не сделать без этого стремления к этой мечте. Да и потом я не говорю, что там моя мечта – полететь в космос. Конечно, я понимаю, что меня кто-то пропустит. Никакая медицинская комиссия там не пропустит. Скажут – у вас вообще больной мозг, вам делать ничего не надо. Вы – паникер. Харизматик, истеричка там и так далее. Но мы, если как-то ходим по земле и, допустим, мечтаем. Вот я хочу, вот моя мечта – то-то, то-то, то-то. У меня была мечта в детстве – свой автомобиль крутой. Я ее реализовал. У меня была мечта – работать в определенном здании. Я ее реализовал. У меня была мечта, я не знаю, побывать на море первый раз. Но это все мечты. Понимаешь, они осуществляются. Да, где-то они на стыке еще и, где мечта перетекает плавно, она перетекает в цель. Это вот тоже надо как бы не путать вот эти вещи. Какая проблема? Какие стоперы у россиян, у русских есть? Почему они не мечтают и не достигают своих мечт на твой взгляд? Какие мифы ты будешь развенчивать своим концептом? Ну, слушай, давай рассуждать сразу же. Если мы берем опять же наш менталитет, то мы знаем, в каких семьях, в регионах растут люди. Я яркий пример. Я знаю, что такое социум и как он давит, сколько комплексов он прививает, сколько он немножко расписывает под хохлому весь твой психотипаж. Ты становишься закомплексованным, у тебя незавершенные гештальты, какие-то обиды на жизни. И это немножко тушит огонь в человеке, понимаешь? Он разочаровывается. Наверное, я должен волочить свое бренное существование. Наверное, это вот это. И он начинает, он как раз прекращает мечтать, верить в свои силы и так далее. Почему я тебе говорю, что нужно вдохновлять с ранних лет людей. Не орать школьнику, если он не понимает математику. Ты посмотри, сучка, блядь, математичка, как он рисует, как он творческий человек. Что твоя геометрия, алгебра ему сдалась, что ли, и так далее. Вот когда мы начнем с таким подходом с малых лет прививать людям вот эту доброту, вот эту веру в себя, полыхай. Что если ты 20 раз попробуешь, и у тебя не получилось ни хера, это тоже хорошо. Это вот такой охуенский опыт, что 21 раз всегда получится. Ну, я, допустим, еще не видел, чтобы там человек, который там пытался, 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 что что-то он там не приобретал. В какой-то сущности он приобретает. Вот если мы все это будем пропагандировать, да, там, предпринимательским сообществом, не знаю, там, какими-то рассказами, там, я там частичку, там, на своем примере, хотя я там не претендую на мнение, там, и так далее. Ну, как бы правду вот эту, да, что-то не знаю. Может быть, у нас и среднее и мелкое предпринимательство, на которые там все развитые государства делают и наполняют бюджет как основную статью расходов. Может быть, мы к этому и придем, на самом деле. Давай эту мечту поселим в головы наших зрителей, я думаю, что это хорошая нота для завершения интервью, и попросим их, собственно говоря, написать хэштег новый для Димы, для его Russian Dream'а, хэштег его новой концепции. Каким бы этот хэштег мог быть, оставьте в комментариях свои ваши версии. Ты поподробнее расскажи, что мне пиарщики запрещают сейчас использовать мой хэштег, мою мечту, потому что мы разрослись, и уже, ну, аудитория уже много, и она там, вот, вы материтесь, там, и так далее. Короче, вот этот хэштег рвиебаш нужно заменить на другой рвиебаш, ну, только чтобы он, сука, был по этому, по словарику Ожегова. Нормально вообще? Вот, ну, что-то типа такого. Вот такой запрос. Ну, как бы, ну, я не знаю, конечно. Друзья, давайте, оставляйте свои варианты и свои идеи в комментариях, и лучшему комментатору, по мнению Димы, мы что-нибудь подарим. Дим, что это будет? Мы подарим риму вкусовый ебаш, оберег от мудаков, это такая музыкальная шкатулка, освящена в Илоховской церкви, работает, мама родная. Ну, и плюс, короче, да там много чего в пакете у нас. Мы приглотим в офис, и посидим, и прямо раздавим по стаканчику, и попиздим за жизнь. Без наших пиарчиков, это, пожалуйста. Отличная идея, друзья, для того, чтобы включиться в комментарии. Если это видео показалось вам интересным и полезным, поставьте ему лайк, поделитесь с друзьями, для того, чтобы они тоже могли его посмотреть. Ну, и, конечно, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы узнавать о новых выпусках. С вами был Владимир Смеркис и Дмитрий Спиридонов. Дима, спасибо тебе огромное, что удивил столько времени. Спасибо. Спасибо тебе большое. Всем пока.